Добрый день! Прошу прощения, что с сигаретой. Ну, несколько успокаивает камера. Знаете, всегда напрягает, как вы, когда говоришь, с камерой, а не общаешься с живыми людьми. Поэтому заранее прошу прощения за сигарету. Итак, постановочное видео. По аналогии со светом, в отличие, там, бытовой свет. Это бытовой свет, интерьерный свет, это интерьерный свет. И по аналогии с постановочным светом, постановочное видео, это то есть то видео, которое ставится на сцене. В той или иной форме. Почему возникла необходимость отдельного курса именно по сценическому блоку постановочного видео? Казалось бы, информации достаточно много на свете и по видеосъемке, по видеомонтажу, по созданию компьютерной графики. Огромное количество достойных, прекрасных видеоуроков, учебников. Казалось бы, зачем отдельно вести этот курс? Ну, выяснилось, вот по моему опыту, когда только-только я по профессии художник по свету и сценограф, и для меня, как бы уже постановочное видео, как производная этих профессий возникла. И в начале нулевых годов, в конце 90-х годов, когда видео на сцене только-только начало появляться, естественно, как бы большинство ребят, которые приходили в эту сферу, они приходили из телевидения, из кино, и начинали работать с тем багажом, который они принесли из этих сфер, они, ну, первая реакция, они очень теряли. Казалось бы, и там ПТС-ка, и здесь ПТС-ка, да? Ну, так только там ПТС-ка и работает на вход, а здесь ПТС-ка, как бы, работает на выход, ну, наоборот. Но аппарат тот же самый. На съемках я смотрю, как бы, как для съемочной истории, что микшер, матричный коммутатор, мониторы превью, все, как бы, понятно. И начинали теряться. Почему? Потому что, ну, во-первых, как бы, подавляющее количество, особенно телевизионных вещей, идет в записи, и это спокойно, есть дубли, есть это, здесь, естественно, никаких дублей нет. Прямой эфир. Это первая история. Второе. Даже когда идет прямой эфир, ты, как выпускающий видеоинженер, ну, вот, аналог, не люблю, слово биджей, как выпускающий видеоинженер, ты видишь мониторы, и ты не видишь зрителей, конечно, пускай их там миллион в эфире, в телевизионном смотрят сейчас эту передачу, ответственность, конечно, огромная, но ты не видишь психологически этого, там, как на концерте Алисы, допустим, этого беснующейся, там, десятитысячной толпы на стадионе. И поэтому, когда ты находишься в центре всего этого безобразия, естественно, как бы, психологическая окраска несколько другая. Это первая история, почему отдельно, почему не очень приживается, как бы, ребята, ну, не то, что никто не приживается, но почему сложности возникают. Вторая история, она более концептуальная, более важная, потому что создатели графики и создатели видеоконтента, они привыкли работать, мыслить в категории монитора, то есть, в категории монитора, то есть, видит вот этот прямоугольник у тебя перед носом, и, собственно говоря, раз на нём смотрится, значит, как бы, смотрится и, если нормальный монитор у зрителя по другой конец антенны, то, значит, у него тоже будет всё очень достойно, или там в кинотеатре. Но, как только помещается этот монитор, прямоугольник в сценическую среду, выясняется, что это даже не кинотеатр, хотя в кинотеатре тоже большие, как бы, экраны, выясняется, что этот прямоугольник смотрится всё по-другому, потому что в кинотеатре нету ничего другого, кроме этого контента, нету постановочного света, мигания света, нету артистов, которые там ходят, нет декораций. И выясняется, элементарная вещь, которая, как бы, сама собой вроде бы подразумевается, выясняется, что наличие... что прямоугольник на сцене, большой телевизор на сцене, большой монитор – это не есть хорошо, это далеко не всегда интересно и хорошо сделано. И первая вещь, которая, как бы, происходит, начинает прятаться. Вторая вещь, что те вещи, которые на мониторе смотрелись хорошо, на большом экране, на конкретном, на конкретном проекторе, на конкретном светодиоднике, на конкретной видеостене, смотрятся совершенно и воспринимаются совершенно по-другому. Поэтому, как минимум, это всё дело проверяется и вносятся, как бы, коррективы. Я уж просто молчу про видеомэппинг, когда вообще пока не увидишь, как это всё происходит на самом деле, или не построишь там трёхмерную модель, вообще непонятно, как... что же будет на итоге. Это вот главные причины, которые существуют. Кроме этого, есть ещё одна немаловажная, в кавычках, вещь, что выпускающий на телевидении, или там рекламе, или создающий, работает одним монитором, а у нас далеко... редкая достаточно вещь уже, когда сейчас происходит, это один монитор на сцене, один экран. Их может быть два, их может быть восемь, и они далеко не всегда тупо сдублированы через плитер. На каждой очень часто идёт самостоятельный контент. Причём этот контент очень быстро, очень живо меняется. То это всё синхронно, то это разбито по мониторам, то так же синхронно, но на каждом экране идёт свой контент. И опять же, я уже молчу про видеомэппинг, где это вообще отдельная история, да. Я молчу про то, что многие видеоистории, они работают уже как источники света. По большому счёту, мой световой шовинизм именно заключается, что я отношусь к видеоконтенту, вообще к видеосредствам отображения видео на сцене, как к навороченным источникам света, и они должны быть завязаны, как минимум согласованно, с работой художника по свету. Казалось бы, банальная вещь, но с этой банальностью часто приходится сталкиваться. Что происходит? Художник по свету задумывает какую-то картину, где в одном луче на чёрной сцене находится там солист или главный герой, артист и всё прочее, зная, что там будет видео. И предполагает, что видео будет тоже очень локальным, очень тёмным, а может быть даже ещё и в данный момент ещё и выключено. Видеохудожник, который другой человек, который не общается с этим художником по свету, а делает свою работу, в этот момент может придумать там какую-то очень светлую картинку, а если это ещё на светодиоднике, представляете, что в результате получается на сцене. То есть работа художника по свету теряется абсолютно. То есть засвечивается поразительными засветками вся сцена и вся история, а театр всё-таки это кое-что коллективное, и вся история как бы рассыпается. Поэтому как минимум желательно, чтобы художник по свету и художник по видео как минимум общались. То есть это элементарно. А в идеале, чтобы художник по видео представлял, что творится у соседа, то есть у художника по свету, а художник по свету предполагал, что будет твориться, соответственно, у художника по видео. Идеально, конечно, когда два человека, которые работают, сработаны и работают, как говорится, ноздря в ноздрю. Или же это вообще находится как бы в одном человеке. То есть человек делает и свет, и видео. Или наоборот, человек, работающий с видео, делает... Поэтому своих художников по свету, когда я веду аналогичные семинары, я постоянно пытаюсь обратить в веру в видео, и настоятельно им рекомендую изучить эту смежную профессию по видео. Ну, а вас, соответственно, я буду всячески агитировать за освоение второй смежной специальности художник по свету. То есть это идеально. Может быть, вы даже практиковать не будете, но, зная особенности профессии, тонкости жизни у вас обоих, потому что всё-таки ещё раз это коллективно и существенно улучшится. Вот это вторая специфика, это второй момент, который как бы необходим. Третья вещь – создание видеоконтента. Тут какие вещи? Ну, во-первых, съёмка. И вот тут я мало чем вам могу помочь, потому что, честно скажу, что видеооператор из меня никакой. И я, когда мне нужны видеоматериалы, я стараюсь просто привлекать своих хороших партнёров для съёмки видеоконтента и потом уже с ними работаю как бы с этим контентом на монтаже, на преобразовании и всё прочее. Но создание трёхмерной графики я и вот как бы моя правая рука, моя ученица, а теперь ещё вопрос, кто у кого учится, Маша Куликова, создание как бы непосредственно 3D-компонентов. Я как бы стараюсь как бы своих рук по возможности не опускать. Поэтому как бы в моём видеоконтенте больше видео именно трёхмерной графики, чем непосредственно как бы работа с видеосъемой. Вот такие моменты, на которые нужно обратить внимание. Теперь, что касается организационных вопросов. Эта лекция, сейчас это даже не лекция, это, скажем так, бодная некий, некий бодный спич. К сожалению, хотя бы, причём тут сожалению, я не так быстро узнал, что у нас будет эти, это семинар, и поэтому у меня на, на завтрашний день запланировано одно мероприятие концертное, которое в нашей ситуации отменять, мягко говоря, или кому-то сбрасывать, передавать, не хочется, да и не нужно. Поэтому у меня есть цикл лекций, вводных лекций, это пока ликбез, но ликбез тоже нужно, чтобы каждый разложил как бы по полочкам, что у кого есть пробелы в знаниях, может быть вам это всё знакомо, а может быть вы даже это и лучше меня знаете. Но информация, как бы некий общий стандарт терминов определений базового, которое как бы необходимо знать, в этих видео лекциях как бы изложены. Ссылки есть, по ним проходите, скачиваете и в свободное время это всё смотрите. То есть в вашем распоряжении для вот условно-самостоятельной работы сегодняшний день и завтрашний день. А в среду мы с вами как бы по новой уже как бы полноценно встречаемся в онлайне и дальше как бы дальше будем работать. Второе. Как потратить эти полтора дня плодотворно? У меня есть учебник, он опубликован в открытом доступе в журнале Свет, Звук, Видео и в электронном виде он тоже существует. Ссылку вы получите. хотя бы несмотря на то, что это учебник по Свету для художников по Свету, небольшой раздел, который как бы прочитать совсем быстро можно, тоже ликбез по видео там есть. Поэтому я настоятельно рекомендую хотя бы по диагонали прочитать, просмотреть вообще весь этот учебник по Свету. То есть тогда будете несколько ориентироваться вообще в этой смежной профессии и понимать и меня легче будет понимать. Во-вторых, как минимум раздел быстренько посмотреть картинки и все прочее по видео, постановочное видео там немножко есть, хотя бы это дело как бы изучить. третий момент, который я вас попрошу это подумать насколько каждый из вас готов шагнуть за рамки непосредственно профессии художника-изготовителя видеоконтента на сцене. Может быть кого-то заинтересует создание трехмерной графики, кого-то заинтересует визуализация, кого-то заинтересует вообще работа художника по Свету. И тут я готов вам с этим делом с удовольствием помочь и можем решить и эти как бы проблемы. Вот такие вещи. А для начала скачивайте вот эти лекции. Они хотя для художников по Свету, но они там были дополнительные для вас они будут основные. Скачивайте, смотрите, анализируйте, готовите вопросы и в среду с утра мы уже с вами полноценно встречаемся и даже не начинаем, а уже продолжаем нашу с вами работу. Спасибо. Спасибо.